Ночное нападение и друзья наши меньшие Меня разбудил настойчивый стук в окно. Я посмотрел на часы, было три часа ночи. Вызывал интерес, как это можно стучать в окно четвертого этажа жилого дома. Теряясь в догадках, я включил свет и подошел к окошку. Но ничего необычного я не заметил. Через некоторое время я выключил свет и стал терпеливо ждать. История эта началась с того, что я своей племяннице купил двух хомяков. Она долго уговаривала родителей и меня, купить ей этих милых созданий. На летние каникулы она уехала с родителями в санаторий, а я решил ей сделать сюрприз. Вначале я посадил хомяков в коробку из-под ксерокса, но от этого жилья, для хомяков, пришлось отказаться. На то они и грызуны, прогрызут коробку и разбегаются по всей квартире. Пришлось пересадить хомяков в старый аквариум. Они вполне комфортно там устроились, даже сделали себе норки в опилках. Наш микрорайон расположен на краю города, через 800 метров находится березовая роща и небольшой сосновый бор. В нем, как ни странно, сохранилась некоторая живность. Однажды прогуливаясь по опушке леса, я вспугнул стаю куропаток. Довольно часто можно услышать стук дятла и наблюдать других птиц. Вечером, я делал уборку в квартире и поставил аквариум с хомяками на подоконник. Вот в это окно и раздавался подозрительный стук. В темноте комнаты ожидать мне пришлось недолго. С растущего во дворе дерева отделилась тень и устремилась к моему окну. На подоконник окна села громадная сова, величиной с крупную кошку. Сова уставилась на хомяков и с явным раздражением стала стучать клювом в стекло. Невидимая преграда озадачила ее, но она не теряла надежды добраться до своей добычи, а хомяки в панике попрятались в опилке и затаились. Скорее всего, пролетая над ночным городом, сова, своими зоркими глазами, обнаружила заманчивую добычу. Заметив мое движение в комнате, сова спрыгнула с подоконника и улетела в ночную темноту. Я взял аквариум и перенес его с подоконника в комнату. Хомякам сегодня повезло, так как вечером у меня была мысль, приоткрыть на ночь окно, для свежего воздуха. Так что, с днем рождения хомяки! Субтитры создавал DimaTorzok